Всем привет! Сегодня я проведу обзор уже 65 выпуска Моя страна собери карту России. Получили вот такой красивый новогодний журнал, игрушку с подставкой и набор наклеек. Давайте ознакомимся сначала с журналом, а потом все остальное посмотрим. На развороте первой страницы мы с вами видим, что получим уже в 66 выпуске. Это будет вот такой журнал и фигурка дальневосточной черепахи с подставкой. Россия, история и современность, Великий Пустюг. Этот небольшой город в Вологодской области самый древний на севере России. Он старше и Москвы, и Вологды. На этой картинке отражение в реке удваивает красоту города. Город монастырный. Первое письменное упоминание о Пустюге относится к 1212 году. Летопись говорит, что преподобный Киприан Устюжский основал первый на русском севере монастырь Михаила Архангельский. Вскоре здесь появилось еще несколько монастырей. Они и были долгое время основой города. Просечные кружева. Пожалуй, самое удивительное и древнее искусство Устюжских мастеров – это просечное узорное железо. На тонкий лист железа мастер наносил узор, а затем высекал его точными ударами зубила. Получившимся железным кружевом украшались створы церковных дверей и кровли крыш, деревянные сундуки и шкатулки. Самое главное, что сейчас привлекает Великий Устюг – это резиденция Деда Мороза. У него здесь целых два дома – городской и загородный. Вотчина Деда Мороза. Городская резиденция с тронным залом и почтой находится в центре Великого Устюга. Каждый желающий может отправить праздничные открытки и письма друзьям и родственникам со специальным штемпелем, печатью и автографом Деда Мороза. Здорово! Посмотрите, какая красота, друзья! Дед Мороз у своего терема. Очень красиво! Вот так выглядит у него там терем. Огромный дом такой. Красиво! Их два здесь, посмотрите. А вот так выглядит дом мудрой совы в отчине Деда Мороза. Какая-то, слушайте, сказочная страна. Посмотрите, как красиво! Некоторые жилые дома в городе похожи на сказочные терема. Действительно, очень красиво! Секреты зодчества – Ипатьевский монастырь. Как и в Великом Устюге, во многих северных городах сохранились монастыри. Сегодня они украшают местный ландшафт. Многие стали музеями, но в минувшие века монастыри были центрами жизни страны. Точные сведения о том, кто и как основал монастырь, не сохранилось. Есть легенда, что примерно в 1330 году титарским Мурза, князь Чет, бежал из Золотой Орды на Русь и принял крещение под именем Захария. На берегу реки Костромы ему было видение Божией Матери, и он исцелился от болезни. В благодарность на этом месте Захария основал монастырь. Вот такая интересная легенда. А вот так, друзья, художник Алексей Кившенко изобразил призвание на царствование Михаила Романова. Монастырская крепость с зелеными крышами очень нарядна. Действительно, очень красиво. Фейские Гурия Никитина делают собор внутри светлым и праздничным. Главный и самый красивый храм монастыря – это Троицкий собор. Белоснежные стены, золотые граненые купола, на высоких барабанах, шеях терраса, гульбище вокруг первого яруса. В соборе есть все традиционные элементы, которые делают русские храмы столь прекрасными. Но еще собор дополнен большим поистине царским крыльцом с высокой шатровой крышей. Чудеса природы. Калагривский лес. Не зря действия многих народных сказок происходят в дремучем лесу. Такие леса когда-то покрывали всю среднюю часть Европы – от Рейна до Уральских гор. Такие же, как Калагривские древние дремучие таежные леса, протянулись на 300 километров вдоль западных склонов Приполярного и Северного Урала. За тысячи лет своего существования они не знали ни рубок, ни лесных пожаров. Нигде больше в Европе нет массива средней темно-хвойной тайги такого размера. Эти леса уникальны еще и тем, что в них, кроме елей и пихт, растет сибирский кедр, обычно встречающийся только к востоку от Урала. Сошлись здесь пути зверей и птиц Европы и Азии. Красота. Вот так, друзья, на картинке выглядит тихая лесная речка в заповеднике Калагривский лес. Кажется, что жизнь замирает в схваченной морозом и укутанной снегом тайге. А вот это, друзья, кабан. Оказывается, кабаны – редкие гости в заповеднике. Жизнь им затрудняют глубокий снег. Дива дивная. Памятник пушки. Само слово «памятник» говорит о том, что это сооружение поставлено в память о ком-то или о чем-то. В России много памятников известным людям, основателям и защитникам городов. А вот в Петрозаводске есть памятник пушки. Вот это, друзья, памятник в честь двухсотлетия первого в городе завода. Именно Петр Первый распорядился выпускать здесь пушки. Благодаря оружейному заводу появился и сам город Петрозаводск. В 2004 году на дне Петровской губы были обнаружены сотни ядер, изготовленных на Александровском заводе. Стало понятно, куда стреляли пушки с пробной батареей, когда происходили испытания. На картине Александра Коцеп «Битва при Нарве» – множество дымков от выстрелов пушек. Народы России – вепсы. На северо-западе России живет очень малочисленный народ – вепсы. Их и в давние времена было не очень много, а сейчас в России осталось всего около шести тысяч человек. На этой картинке участницы вепского народного хора из села Шалтазера. Старинное деревянное здание Шалтазерского вепского этнографического музея в Карелии. Каждый год в селе Веницы Ленинградской области проходит вепский праздник «Древо жизни». Каждый год у праздника новая тема и всегда плетение поясов, национальная кухня, песни на народном языке. Год назад вепсы возродили еще один свой праздник – «Рыбный берег» называется. Молодцы! Золотые руки – «Северная чернь». Вот уже более трехсот лет мастера Великого Устюга делают прекрасные изделия из серебра с изящным черным рисунком. Нигде в мире подобных изготовить не могут. Посмотрите, какая красота, друзья! Вот это да! Мне очень нравится такая красивая посуда, действительно. Ценность «Северной черни» не только в прочности. Местные мастера освоили приемы, которые придают их работам неповторимые черты. Например, рисунок насыщенный, густой по цвету и сложный по композиции. Фон прорабатывается штрихами, образуя своеобразную сетку. Красиво! С такой посудой каждый семейный обед превращается в настоящий праздник. А вот это, друзья, сказочный богатырь на серебряном стакане из Устюга. Опытный мастер чувствует, сколько надо прокалывать изделия на огне. Чернь по серебру начинается с рисунка. Посмотрите, как красиво! Молодцы! Этот серебряный кубок был создан к 40-летию победы Великой Отечественной войны. И последнее, друзья, сборка карты. Здесь мы видим, стрелочкой показывают, куда нужно размещать игрушку. А вот здесь стрелочками указываются наклеечки, куда нужно расклеивать. И вот так вот выглядит у нас уже карта на сегодняшний день. И вот она, игрушка на карте. Ну что, давайте теперь рассмотрим игрушку и наклейки. Посмотрите, друзья, вот такая красота нам пришла. Это у нас фигурки шахматные. Двух цветов. Красиво сделаны. Как будто вот, как настоящие. Можно взять и играть ими. Здорово! Вот так они выглядят хорошо. Сидят на подставочке. Видим, как вырезаны все детальки на игрушке. Ну, неплохо. Хорошая игрушечка. Давайте теперь посмотрим наклейки. Так. Вот такой вот набор наклеек мы с вами получили. Описания наклеек идут у нас в журналах, повторюсь. Здорово! И наклеечки у нас многоразовые. То есть можно их отклеивать и приклеивать обратно. Ну вот и все, друзья. Рассмотрели мы с вами 65 выпуск. Ждем с нетерпением следующий выпуск. Интересно, какие еще мы места изучим нашей страны. Спасибо вам за ваше внимание. Удачи вам и отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.